приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзьям и во всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня мы с вами уделим внимание нашему обеденному столу и поговорим о том как с помощью обеденного стола мы можем привлечь в нашу жизнь и в наш дом удачу обязательно досмотрите это видео до конца и вы узнаете много важной для себя информации а прямо сейчас подпишитесь на канал код изобилия ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь эта информация с теми кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знать эту ценную и важную информацию чем больше людей будут знать вот именно эту позитивную информацию тем лучше для каждого из нас и вы знаете бытовые предметы и вещи помогут нам привлечь удачу или как вариант по-другому можно сказать что могут привлечь в наш дом и стать магнитом для определенных ситуаций и мало кто оценивает обеденный стол как символ достатка символ стабильности и изобилия в нашей жизни и вы знаете именно со столом с обеденным столом связано достаточно много суеверий народных примет и соблюдение некоторых простых правил поможет вам привлечь в ваш дом удачу и благополучие что ни в коем случае нельзя делать за обеденным столом ну во-первых никогда не ссорьтесь за обеденным столом потому что обеденный стол это то место где семья собирается полным составом для того чтобы принять еду и отношения конечно же в больших семьях разные и возможно что случаются конфликты но мы все люди и без этого к сожалению никак но ругаться и ссориться за обеденным столом не рекомендуется еще со старины повелось что обеденный стол это ладонь божья все блюда которые стоят на нем появились по милости господа бога поэтому относиться к нему следует уважительно поэтому если вы хотите поругаться пасу выяснить какие-либо отношения пообедать или поужинать и а после этого заведите беседу на ту или иную тему но никогда не делайте это за обеденным столом далее никогда не собирайте крошки в руку наверняка вы часто вздрагивали когда ваша бабушка или прабабушка замечала вас за этим вот таким быстрым занятием и начинала вас ругать что стирать крошки рукой со стола нельзя потому что хлеб который мы с вами едим это действительно жизнь а к любому живому существу мы всегда должны относиться уважительно и когда мы с вами смахиваем крошки рукой с обеденного стола мы таким образом отказываемся и прогоняем благополучие достаток изобилия из семьи а если не будет денег то соответственно у нас с вами не будут возможности купить самое важное это купить хлеб поэтому используйте для этого тряпочку специально протирайте стол именно такой тряпочкой и крошки отдавайте птицам или другим домашним питомцам также крошки никогда не нужно выбрасывать в урну а тряпочку в сейчас в супермаркетах магазина достаточно разных продаются всевозможных тряпочка тряпочек и для того и для сего и при этом можно найти в этих в пятерочке и так далее таких магазинах можно найти их по дешевке поэтому не жалейте купите и и вы только сохраните спокойствие в своем доме также никогда на обеденном столе не оставляйте пустую посуду и именно о благосостоянии семьи судили всегда и по посуде если стол ломился от различных блюд то с достатком в этом доме все было в порядке а вот пустая гавы посуда говорит о том что в карманах хозяев настолько пусто что они не могут угостить гостей вкусной едой поэтому избегайте оставлять или ставить на стол пустую посуду иначе вы привлечете в дом безденежья обратите внимание на рестораны и бары когда что-либо закончили заканчивается с моментально подходит официант и убирает это со стола и это не потому что это этикет или это правило нормы которые приведены в ресторане а это еще соблюдается именно эта традиция что нельзя оставлять пустую посуду потому что ресторан он желает все-таки находиться в достатке и в прибыли далее перед дальней дорогой подержитесь за край обеденного стола если вам предстоит долгий путь то ли это командировка дальние вне зависимости что вы ожидаете такой командировки или это путешествие а то перед выходом из дома а бежу обязательно подержитесь за край стола таким образом вы получите защиту своего дома и удача благополучия будет вас сопровождать на протяжении всего путешествия далее никогда не кладите на стол предметы которые не имеют отношения к еде когда вы ставите на обеденный стол предметы которые не относятся к еде то вы проявляете неуважение к хозяевам как минимум дома поэтому в сумке деньги всякие прочие прочие вещи никогда не кладите на обеденный стол помните обеденный стол это стол для еды для продуктов питания а не для всех не для не для всяких сумок и пакетов обязательно положите под скатерть талисман талисман под обеденной скатертью понадобится вам в любом доме и в качестве него вы может выступить к например монетка или может выступить лавровый лист монетка будет привлекать богатство и достаток в дом а вот лавровый лист удачу также лавровый лист избавит вас от болезни ваш дом от всяких всякого от всяких болячек конфликтов и ссор в семье также никогда не оставляйте стол не убранным на ночь не ленитесь и убирайте свой стол тщательно какими бы вы уставшими не были не плит не привлекайте лишний раз в свой дом невзгоды поэтому смахивая оставшуюся грязь после ужина вы проводите своего рода ритуал который устраняет болезни проблемы и неприятности из дома поэтому вы также можете воспользоваться еще некоторыми советами которые помогут вам привлечь удачу и хорошую атмосферу ваш дом или квартиру картина со спелыми фруктами привлечет энергию и здоровье ваш дом когда вы выбираете обеденные столы то выбирайте их только круглой или овальной формы так как углы излучают именно негативную энергетику всегда закрывайте дверь в кухне для того чтобы сохранить особую атмосферу и избежать внедрение негативной энергии также вы можете закрыть декоративными панелями все видимые канализационные трубы потому что именно через них и убегает удача из вашей жизни как вы видите все достаточно просто и легко да это народные приметы но это нам передавалось из поколения в поколение и сейчас пришло время чтобы все люди знали об этой важной нужной и своевременной информации мы всем желаем мира любви благополучия достатка обязательно берегите себя будьте нам здоровы и мы услышимся в следующем видео